Добро пожаловать всем на третий подкаст. Мы не думали, что будет даже третий выпуск. У нас в гостях Вова Чеботарь и Вова, игрок Камран Хорсес, стартовой пятёрки. Вова, ты не знаешь, потому что ты себя вязал ещё. Я знаю, потому что... Ну, как вообще этот подкаст получился? Получается, Вова подошёл ко мне и говорит, слушай, мы вот послушали с сестрой подкаст с Джозефом. Типа, было классно, она мне там кое-что перевела, я кое-что понял. Давай сделаем со мной. И вот сейчас, как бы сейчас утро для меня, час дня, утро. И, получается, я спрашиваю, ну, как тебе подкаст с Джозефом? О чём хочешь поговорить? Он такой, ну, нормально, я его послушал. Я говорю, ты его послушал, да? И что тебе понравилось? Ну, там, частями. И я понял, короче, что ты там, знаешь, не понял вообще, во что ввязался. Ну, это... Я просто не думал, что так тяжело будет это. Я думал, это легче намного будет. Ну, ничего, я постараюсь как-то тебе это сделать полегче. В общем, расскажи немножко о себе, Вава. Тебе 16. Да, мне 16. Я из Чедерлунги, города Чедерлунги. Занимаюсь баскетболом около 7 лет, я думаю, если быть точно. Тебе в 9 лет отвели в секцию? Да. Выходит так, да. Тебя мама отвела... Кто вообще? Почему баскетбол? Почему баскетбол? Как это получилось? Вообще, изначально, будучи ребёнком ещё, и вообще не увлекался спортом. Абсолютно. Мне не нравился спорт. Мне нравилось вкусно есть, играть. Я вообще не был знаком со спортом и, в принципе, не хотел заниматься спортом. У меня есть двоюродный брат. Влад его зовут. Он позвал меня, сказал, приходи на тренировку, на баскетбол. Меня позвали туда, если хочешь, приходи тоже. Изначально я не хотел идти, но родители настояли, и я пошёл на тренировку. Поначалу, куда я ходил, конечно, мне нравилось кидать в кольцо, попадать, бегать. Но наступил переломный момент, когда я видел, как более старшие ребята, более умелые ребята ехали куда-нибудь за другие города. И мне тоже очень хотелось, но я ещё не был готов, и меня не брали. И я решил бросить баскетбол на некоторое время, буквально несколько месяцев, наверное. И решил опять вернуться, опять ходить на тренировки. Но произошло то же самое. Мне надоело, что меня не брали на соревнования городские, региональные. И я опять взял такой перерыв небольшой. Но потом уже меня, моя семья опять-таки настояла, моя сестра настояла на то, чтобы я вернулся на баскетбол. И я уже поставил себе чёткую цель, что я поеду в этом году на соревнования. И начал немного упорнее тренироваться. И поехал вместо, по-моему, там заболел кто-то, и я вот поехал вместо него. И это когда было? Это было, мне было лет, наверное, 12. То есть ты уже в 12 лет начал так играть. У тебя сразу получалось? Нет, нет. Я вообще где-то последние года-два действительно прогрессировал. И действительно начал тренироваться очень интенсивно, так скажем. Серьёзно к этому подошёл. А так я тренировался, да. Но мои тренировки заканчивались, так скажем, на тренировке. Вот, например, начало в 5. Я вот заканчиваю тренировку там в полседьмом, и всё. На этом тренировка моя закончена. До этого было так. А последние вот эти два года действительно я уделял этому очень много времени. Я очень где-то, может быть, даже полгода уговаривал отца на счёт кольца дома, чтобы я смог тренироваться и дома. И вот уговорил, у меня появилась площадка дома. Кольцо, конечно, не стандарт, но я всем доволен. Там вполне комфортно тренироваться. У меня есть мячи, и прогрессирую. Мне стало легче прогрессировать. То есть тебе было 9 лет, тебя отвели на баскетбол, ты вообще ничего не мог... Вообще абсолютно. Я был очень... У меня было плохое телосложение, очень такое... Ну, я не был похож на... Сейчас, например, как я выгляжу, я не похож был такой. Ты любил покушать? Да, я очень любил покушать. Ушло ли это? Да, это ушло. Нет, я имею в виду любовь к покушать. А, нет, это не ушло. Я просто немного изменился в рацион. И, например, когда раньше я думал, что невозможно отказаться, например, от сладкого, а сейчас я спокойно могу не есть его, и меня не так тянет к нему. Как это у тебя получилось? Да-да-да, можно у тебя консультация, пожалуйста? Мне... Я не помню, сколько мне было лет, может, 13. И я весил около 60 килограмм. И это было много тогда. Ну, для меня, мне казалось, что это много. Какой рост? Рост? Ну, я был сантиметров 20 ниже, наверное, вот так вот. Ну, может, я не знаю, приблизительно так, 15, вот так вот. И для меня это было много. И, ну, немного, мне казалось, что я очень полный. Мне не нравилось моё телосложение. И я смотрел на более старших ребят, у которых было красивое телосложение, которые ходили в зал. И я решил просто начать немного худеть и, в первую очередь, следить за питанием. И вот сейчас со временем оно изменилось. Есть правило. То есть ты себя, ну, грубо говоря, заставлял? Да. Заставлял и... Да, я пытался не есть многих вещей, которые там хуже влияли на меня, наверное, в этом плане. Хорошо. То есть к чипсам ты равно тоже? Да, я не ем чипсы. Блин, завидую, завидую. Нет, вот, возможно, там кто-то, семья сидит или друзья сидят и купили чипсы. Да, я, типа, возьму. А именно сам себе, чтобы я чипсы покупал. Нет, такого давно не было. И сухарик, и чипсы. Я тебя понял. Ну, расскажи дальше. То есть вот у тебя первые пару лет, то есть тебя начали брать на соревнования. Понятное дело, место освободилось. Как ты там себя показал? Ну, 12 лет я вообще не очень представляю, на каком уровне у нас баскетбол. 12-летний, да, видя особенно, как ребят. Не, ну, первые соревнования, конечно же, это была скамейка. Я наблюдал, набирался опыта. И со временем я начал, вот эти интенсивные тренировки заметил мой тренер. И начал брать меня на соревнования практически все. Будто У-18, У-16. И чтобы я набирался опыта. Это помогало. И я помню, это были соревнования такие переломные. Ну, не переломные, в хорошем смысле переломные. Мы поехали на чемпионат Молдовы. И я тогда впервые выступал в старте. Как я помню, мы проиграли вообще всем командам абсолютно. Но я показал себя, ну, впервые, наверное, показал себя с хорошей стороны на площадке. Возможно, где-то лидерство небольшое такое, частичное. И вот они были переломные для меня. И вскоре я уже действительно был основой команды надолго. Я всегда выступал в основе. Это в Чеддер-Лунге? Да, это в Чеддер-Баскет, да. И вот ты начал выступать. Понятное дело, у тебя уже было 14. Когда ты почувствовал, что ты можешь, допустим, играть вполне с ребятами постарше? Ну, вот 15 лет, да. Когда я уже вообще после У-18, моего последнего чемпионата вообще Молдовы. Когда мы заняли второе место в Чеддер-Баскет, я играл в основе. Я был, ну, я чувствовал, что от меня тоже зависит игра, исход игры. Потом я, по-моему, сразу же поехал на У-16. Это было для меня намного легче, потому что там уже ребята помладше, ребята менее опытные. И там я получил награду лучшего игрока, как самого результативного, так скажем. Тоже прибавило мне уверенность. И уже потом я познакомился с такой вещью, как националка. Там первым в моем клубе был Бельце. Это для меня вообще было просто бомба. Я такой, мне написал тренер вечером, играешь за Бельце, типа форма, все будет. И это для меня было шоком, таким прогрессом явным. Хоть я и не был в составе той сборной, которая играла там, но я был как бы на перспективе, на опыт. Такой шестой игрок, так скажем, который всегда там, если, например, кто-то не приехал, то я приеду. Вот так вот. Ну, ты говоришь опыт. В чем проявляется вот это вот соревнование на опыт? То есть ты говоришь, ты вначале был на скамейке на опыт. В чем для тебя проявляется это? Мне опыт это, когда ты видишь действительно, вот та же националка, там играют взрослые ребята уже за 20-18 лет. И так или иначе тебе дают какие-то советы. Либо твои сокоманники, либо соперники, возможно. И либо же ты в самой игре уже набираешься этого опыта, когда ты играешь против дядек. И они явно знают, например, как взять у тебя подбор, как тебя ввести, как тебя, через тебя бросить, как тебя обмануть как-то. И ты потихоньку понимаешь и набираешься этого опыта именно на площадке. Расскажи про этот опыт, про бельский опыт вообще, немножко поподробнее. Про бельский опыт. Сначала мне было некомфортно, поскольку я, хоть я и был на сборах, первых сборах моих, я не попал в сборную. Там были причины. Основная была из них то, что я уехал со сборов из-за проблемы с зубами. И мне нужно было вернуться в Чедру Лунгу и пропустить там некоторое время. И из-за этого я меньше, можно сказать, меньше тренировался, нежели те парни, которые были там на сборах. В Бельцах я, хоть и получал малое время, но на площадке я мало играл. Потому что там было кому играть, так скажем. Но это тоже было бустом таким для меня в плане игры, в плане уверенности, поскольку там остальные ребята из команды, например, просто тренируются. А я еще и в националке играю. Ну там на тот момент у меня были товарищи по команде, тоже которые играли со мной в националке. Но их всего было двое. И у меня вот это прибавляло уверенность в команде. Тебе как вообще? Тебе привычнее лидировать или тебе привычнее, когда кто-то рядом с тобой? Потому что есть, знаешь, разные люди, вот, к примеру, Джосефу. Дай команду и дай людей, которые умеют бросать, и ему комфортно со всеми. Вот тебе как? Ну я, типа, я люблю быть лидером именно, но и в ментальном плане, и я люблю подбадривать команду, и люблю, в принципе, быть лидером команды по результативности или по любому вообще аспекту. Ассисты, подборы, мне это нравится, да, я стремлюсь к этому в каждом матче. И вот расскажи, ты участвовал в чемпионате. Понятное дело, ты был в основе, ты регулярно, скажем так, забивал, регулярно выходил в прошлом году. Да. Как это было? На У-18 или Либо У-16? На У-18. Ну, в-18, на тот момент, когда было в-18, у нас была очень хорошая команда, ну, на бумаге. У нас был Нейтан Арманджи, великолепный игрок из Америки, который приехал к нам. У нас был хороший центр, Генов Анатолий, который сейчас играет в России. Это такой пиар моих закомандников. И вот я, и это была уже хорошая троица, потому что все умели играть, все были на сборах, все... А Нейтан Арманджи еще и играли за сборную Молдову в том году. К сожалению, я не сыграл. И перед чемпионатом мы уже были более уверены все, потому что действительно сильная команда была, мы были натренированы. Первые игры были вообще очень легкие для нас, да, Мрашканы, Окница, Спиранца. И мы вообще не замечали их, потому что вообще не было, если честно, сыгранности вот этой именно тактики какой-то. Не было это такое. У нас мы были именно, вывозили команду за счет индивидуальных действий. У нас был Нейтан, который шмаляет трешки, как все, в принципе, американцы любят, как Джозеф. Толик, который всегда забивал легкие из-под кольца с фолами. И я, который там на пасах немного этот мне дает, там, трешку могу кинуть трю, трешку могу на подборах вот так взять, забить два. Как бы я редко выходил именно самым результативным, но был лидером. В тройке лидеров всегда был, каждый матч. Вот так. И вот таким темпом мы дошли до финала и в упорной борьбе проиграли. Кому? Бельцин. Мы очень хотели встретиться с ними в финале вообще. И мы знаем, что мы встретимся с ними, потому что как бы там есть некоторые терки. У нас были терки между собой, вне площадки, так скажем. И мы хотели с ними встретиться, хотели победить. И, ну, там, так скажем, нам просто не повезло. Вот так вот. Но удача была не на нашей стороне. А с каким счетом? С каким счетом? Я, если честно, не помню. Там плюс пять, плюс десять. Плюс десять где-то было у Бельц. Понятно, понятно. И вот теперь ты играешь за нас. Да, к счастью, да. Как вообще ощущения? Расскажи немножко, я так понял, что там не все так просто. Вообще, я хочу рассказать, как все это началось. Да, давай, мне интересно. Я тренировался, как обычно, с моей командой Чеддер Баскет. И в один момент, не знаю, с чем это связано, очень мало людей стало приходить на тренировки. И, в принципе, не с кем было тренироваться. Уехал мой Нейтан, мой сокомандник. Уехал Толик в Россию, он в Америку. И, в принципе, команда стала распадаться. И действительно, стало тяжело, тяжеловато тренироваться всегда одному. Хотя все-таки игровой опыт всегда нужен, пять на пять. Ну, это же командный вид спорта. И одному все равно не так прогрессируешь, как с командой. И так прошла неделя, две, три. И уже действительно был вопрос продвижения дальше, поскольку я понимал, что я стою на месте. Уже я прихожу на тренировки домой, кушал, ложился спать. И понимаю, что я стою на месте абсолютно, я ничего не делаю. Я кидаю им в кольцо и... И все, и на этом... Да, и на этом все. Я прихожу домой, опять прихожу на тренировки, опять кидаю в кольцо и все. И я задал себе вопрос, что можно сделать с этим? Куда можно, так сказать, податься? Есть вообще варианты куда-то податься? Какие-то, не знаю, академии? Я вот начал искать академии через всех своих вообще знакомых, которые связаны с баскетболом. И один из них был Женя Зимовский. Я написал ему, не можешь мне помочь с этим. Потому что я знал, что он... И мой тренер, честно, мне об этом говорил, что он много где играл, много где был. И я подумал, почему нет? Я написал ему, и он в тот же вечер мне ответил. Рассказал про академию, про то, что они заявляются в националке, то, что там будут американские игроки. И я сразу же закорелся. Я думал, блин, круто. Мне предлагают какую-то академию играть. Хотя на тот момент я вообще не представлял, что это такое, что мне надо будет приезжать в Камрад, жить, учиться там. Я думал просто, типа, ехать на игры, и всё. А там оказалось сложнее намного. Я поначалу просто ездил на тренировки в Камрад, а потом домой. Потом всё-таки было принято решение, что легче переехать. И плюс, конечно же, надо было учиться где-нибудь, чтобы хоть какое-то образование капало мне. И я вот подался в спортлицей и живу сейчас в Камраде, играю за вас, тренируюсь. Ура! И как вообще родители относятся к этому? Они отлично относятся. Они вообще поначалу, где-то годик назад, для родителей всё-таки они пытались мне объяснить, что рано или поздно баскетбол станет моим хобби. Потому что в Молдове слабо развит этот спорт, и вряд ли у меня получится продвинуться дальше. Но со временем, в особенности мой отец, видел, как я тренируюсь, как я относусь к этому спорту, как я ночами не захожу домой, играю в баскетбол, вообще, в принципе, как я уделяю этому спорту времени. И все стали на ту сторону, что действительно это моё будущее, наверное. И раз я так этому уделяю время, и, в принципе, мне больше ничего не интересно, кроме этого спорта. И уже они стали вместе со мной искать именно этот вариант, чтобы именно продвигать меня в этом спорте. А так до этого было такое, типа, ну, это же хобби, типа, ну, ты будешь работать где-нибудь там, будешь заниматься баскетболом, как и все остальные. Ну, вот так. Ты вообще как на это смотришь? Понятное дело, что, ну, для кого-то это талант, да. То есть у кого-то баскетбол — это талант, у кого-то это результат работы. Очень часто это и талант, и результат работы. Ты вообще как чувствуешь в Молдове, в баскетболом реально пойти куда-то дальше, да? Допустим, твои ребята, с которыми ты играл на тех же сборах. Ну, один в России, да, другой... Ну, есть результат, есть выхлоп. Как ты вообще считаешь, как ты на это смотришь? Почему? Потому что как ты защищаешь вот эту вот саму позицию, что баскетболом даже в Молдове можно куда-то выйти? Если есть желание, мне кажется, и вот это именно... Я всегда, когда я... Вот этот вот у меня был переломный момент, когда вот я просто тренировался, и, ну, ничего от этого не происходило. Я не знал, что будет дальше, я не знал, что делать, и я всегда говорил себе, что все эти старания рано или поздно окупятся, и если я буду действительно тренироваться, я верил, ну, я верю в это, что если действительно работать и идти к цели своей, она рано или поздно... Ну, тебе рано или поздно окупится то, что ты делаешь и чем ты занимаешься. Мне кажется так, насчет тех же моих сокомандников, Толика и Нейтана. Да, они тоже стремились к этому, к продвижению себя. Сейчас Толик в России, там живет его семья, он там пытается как-то продвинуться тоже, пытается найти себе клуб. Да, вот так вот. Ну, в России вообще баскетбол на высоком уровне, в отличие от Молдовы, да. Ну, выше Молдовы уж точно. Ну, там ЦСКА, они... Да-да-да, Зенит, ЦСКА, вот такие большие такие команды. Ну, вот расскажи, сейчас есть Академия, вот у нас есть Академия. Что нужно сделать такого, чтобы выращивать, ну, по-твоему мнению, не то, что выращивать, а делать так, чтобы ребята, больше ребят научилось играть в баскетболу, может, как-то популяризировать баскетбол. Вот ты сейчас находишься в Академии, допустим, в 13-16, и, ну, ребята, понятное дело, не на твоем уровне. Почему ты так думаешь, и что можно сделать с этим? Как можно лучше подготавливать? Расскажи вообще, что ты думаешь на этот счет. Я думаю, в принципе, нужно сейчас именно, чтобы... Нужно просто... Нужно просто продолжать эту Академию. Дальше вот эти тренировки проводить, вот эти вот какие-то кемпы, возможно, детские. Потому что Камрад не такой уж большой город, и все рано или поздно об этом узнают. Все абсолютно. И начнутся... Узнавать начнут и из других, например, в Приднестровье, и из других, немного других городов Молдовы. У тебя уже просят автограф? Нет, у меня еще не просят. Но меня многие узнают. В Камраде, да. В Камраде, говорят. Это Вова. Да, ты играешь в Камрад, за Камрад Хорс, вот так вот, да, спрашивают. А вот маленький, допустим, вот 9-12, ты там показываешь, а ты проводишь какое-то с ними время? Ну вот... Именно когда я на тренировке, да, я пытаюсь как-то контактировать с молодым поколением, так скажем. Молодым. Ну, я имею в виду по росту баскетбола именно в этом плане. Да, да, да. Конечно, я не тренирую, я еще... Я пытаюсь как-то показывать, если что-то вижу, например, если замечаю что-то, что можно исправить, я, конечно, показываю это, говорю и... Пытаюсь парнями мотивировать, например, там, в раздевалке или после тренировок мотивировать и... Ну, как бы говорить, то, что академия... Эта академия действительно имеет будущее, так скажем, и есть смысл дальше тренироваться здесь. Я когда... Опять же, я эту историю рассказывал, когда я... По-моему, еще на прошлом, когда мы собрались здесь вчетвером и ребята... Ну, как бы там... Я хотел этот вопрос задать еще тогда. Вот... Я это называю фактор Джосефа. Когда ты такой пришел, когда ты такой пришел... Особенно, когда мы только на тренировках, были первое время, ты так тихо, спокойно себя ввел, так... Ну, там, знаешь, закладывал там некоторые... Бросал что-то. Как пришел Джосеф, ты так... Я не знаю, как старший брат. Расскажи немножко вообще больше об этих взаимоотношениях. Ну, во-первых, я ждал его действительно, потому что до этого, конечно, я тренировался, но тренировался не так упорно и не так, так скажем, интенсивно, поскольку все-таки упор делался на новичков, которые только пришли, и им нужно было давать эти знания. А я, поскольку я уже что-то умел, мне там говорили... Я делал вместе с ними, но не получал от этого должного, так скажем, результата. Я ждал Джосефа, чтобы наконец-таки увидеть это вот. И хотя я уже... У меня друг-американец, который... Я видел уже до этого, как, в принципе, они играют, их стиль, но именно Джосеф старше намного. Он старше меня намного, и мне уже говорили о его там заслугах, то, что он играл в всяких лигах, NCAA, Доминиканская республика, и действительно был интерес, и я ждал его, и хотел посмотреть действительно вот как это... Как он тренируется, как он бросает, как он, например, ведет мяч. Ну и, конечно, когда я его видел, это было на голову выше меня, моего уровня. Видение, броски, видение площадки, опыт. Но это другой уровень, нежели я. И мне захотелось тоже вот мне тренироваться с ним и вместе с ним прогрессировать. Вот, что ты чувствуешь, на что ты чувствуешь, что он повлиял очень сильно на твои игры? Вот, к примеру, ты уже сыграл три матча, да? Мотивация. Он очень мотивирует меня. Именно своей, даже своей игрой мотивирует меня. А изменилась ли как-то твоя игра? Да, я думаю, да. Потому что мы с ним даже вот за это короткое время много провели тренировок совместных. Пока что прям явно, явного прогресса нет, потому что очень мало времени прошло. Но я уже, например, больше знаю именно о теории, теории баскетбола. То есть я так понимаю, ну мы с Джосефом тоже очень часто разговариваем на тему, на тему баскетбола. Я очень люблю тактику баскетбольную. То есть для меня есть две вещи, которые я в баскетболе ценю. Это защита и тактика. Потому что как бы забивать, ну забивать там не то, что скажу, что может любой, но забивать тут все понятно. А с тактикой и защитой тут не все так просто. Начал ли как-то ты смотреть по-другому на баскетбол после того, как... Конечно, потому что эта команда так скажем... Ну в других командах у нас в принципе не было совместных тренировок, в которых я был тоже четверт баскет национальная лига и бельцы национальная лига. Мы в принципе не проводили тренировок. Мы именно как сказать... Начинали понимать друг друга именно на площадке в играх. Они не пытались сделать это до этого. И в этой команде мы тренируемся и я узнаю новое, узнаю, например, как лучше, как легче, так скажем, сделать то или иное движение на площадке или как помочь своему товарищу по команде в той или иной ситуации. Ты сейчас... Ну, у нас большого нету, но ты сейчас играешь четверку. Да, так получилось. Так получилось. Ну, и ты растешь, то есть, понятное дело, что... В этом, да, я сто процентов расту. Нет, я имею в виду физически. А, физически? Да, да, да. Каково тебе играть, как бы, понятное дело, мы хотим видеть тебя в дальнейшем как тройку, но каково играть как четверку, каково перестроиться, потому что я видел даже в прошлый матч ребята с Нортландо, они очень большие. Да. Прямо очень большие. Мы вчера пересматр... Ну, я пересматривал вчера фотографии, и там просто, знаешь, ты летишь за подбором, и там парниша просто там на носочках, опа, мяч достает. Каково играть с такой разницей в росте, в возрасте? Интересно, очень интересно, потому что вот этот вот азарт, так скажем, стать, например, отобрать подбор у тех же высоких парней, здоровых парней, которые там весят, как я, двое, наверное. И очень интересно играть, и у меня нет такого, что, блин, сложно, я не смогу против них играть. Наоборот, интересно проявить себя против даже таких больших по сравнению со мной игроков. Интересно, очень интересно играть. На четвертый номер вот против таких больших, высоких парней. Что ты в целом скажешь о прошлой игре? О прошлой игре? Видно, что хорошо влияет на команду вот эти вот, вот мы собрались за день до игры собрались все вместе, всей командой. Мы поговорили и всякие тактики обсуждали вообще, в принципе, понятие игры нашей, что мы должны делать, как должны делать, и это хорошо повлияло на игру. Намного больше сыгранности было видно. Даже там некоторые атаки были прямо просто из-под кольца забивали, потому что хорошо раскидывали мяч. Есть, конечно, над чем работать еще, но уже было неплохо по сравнению с, например, УТМ и Белтс. Ты думаешь, чего нам не хватило с УТМ? Понятное дело, сыгранности. Ну вот, чем отличались ничего личного ребятам, но я вижу, что, например, уровень команд, ну, насколько было тяжело УТМ и Нортленд более-менее на одном уровне. Просто мы тактически намного лучше подготовились по игре с Нортлендом. В чем ты чувствуешь, кроме тактического, основная была разница в этих двух играх? Наверное, Нортленд был менее такой, так скажем, они были изначально очень-очень уверены, так скажем, в своей победе, наверное, над нами, и поэтому они вышли на площадку без вот этого вот огня, наверное, а УТМ он всегда есть. У их там тоже молодые игроки все, например, у Нортленда уже такие старички, которые выходят без вот этого вот огня, наверное. На лопате? Да. Более-не-менее. Ну, а вообще, что ты думаешь, у тебя вот знакомые играют? В каких командах у тебя их знакомые? Давай начнем с того. Я думаю, да, ты же играл в Косово, и ты всех знаешь. Из, а, знакомые в плане националки? Да, по баскетболу я имею в виду, то есть, понятное дело, там, с бельцами, когда мы играли, у тебя там тоже были. Да, там из сборной вот несколько игроков было из моей У-16, там, Никита Кушнерюк и так далее, они сейчас играют за бельцы. Еще знакомые из Приднестровья также там, они играют сейчас за Спарту, и почти все из Приднестровья, которых я знаю, из Дубасар тоже за Спарту играют. Вся У-16 практически играет за Спарту сейчас. И вот У-16, ты был в Косово с У-16? Да, именно с У-16. Расскажи вообще, как тебе было в Косово быть, как его... Это первый раз, когда ты из Молдовы выезжал? Да, да. Как был опыт? Это было очень, так скажем, долгожданно. Я хотел попасть в общем сборной еще в прошлом году и очень расстроился, что не попал, и уже был действительно, так скажем, злобно мотивирован на этот год и действительно был намного увереннее, чем, например, парни, который первый раз может быть на сборах и проявлял себя увереннее и уже сто процентов я говорил, да, да, я буду в этой сборной в этом году. И вот я поехал, слава богу, поехал и без травм отыграл весь чемпионат. не скажу, что я там делал что-то великолепное, это очень был важный для меня чемпионат в плане игрового вот этого опыта против игроков из-за рубежа. Кто у вас в группе был? Я вообще, я абсолютно не подготовлен к этому. У нас первая игра была с Гиблартаром, Армения у нас была, там была Сан-Марина, Мальта и, по-моему, Андора. Вот, наша группа. И с кем тяжелее всего было? Ну, вообще, в целом, ребята были одного уровня или это была колоссальная разница в уровне? В основном команды были одного уровня, просто именно тактические команды, например, та же Андора была намного умнее нашей, наверное, так. В чем заключалось? Например, у Андоры была очень, они играли в такой умный немного, скажем, умный баскетбол. Та же Армения, у них были тройка игроков из Америки, как я знаю, которые очень там, они тащили на себе там всю команду абсолютно, там очень атлетичный один был, один был очень хороший снайпер, и второй был тоже очень хороший снайпер, и они вот за счет этого выигрывали почти всех, дошли до финала даже. А остальные команды вообще один уровень был, с нами, например, да. Такой вопрос, вы хоть один матч выиграли? Да, мы выиграли Сан-Марина и Мальто. И вы закончили, получается, в группе? Пятое место. Пятый из? По-моему, либо восьми, либо вот так вот, где-то так, вот такие. По-моему, из восьми, да. И в целом, вот ты бы выделил, чего не хватило вашей команде? Чего не хватило? Я думаю, времени, мы, ну, поскольку это действительно такой чемпионат Европы, так скажем, еще и в первый раз парни ехали, как я, например, я в первый раз поехал. да, и я думаю, из-за этого вот то, что эмоции, не знаю, что делать, там игроки абсолютно, там другие площадки, другие, на английском все разговаривают, другие судьи, другие там камеры стоят, и, ну, новое для меня лично было, например. У меня не было, я никогда не видел такие площадки большие, там, с трибунами, что зрители приходят какие-то там, и вот может быть это повлияло, то, что очень такая неуверенность была в себе, вот так вот. И как тебе Европа, в целом, тебе понравилось? Вообще, расскажи, как тебе весь этот выезд, даже не с баскетбольной точки зрения? Ну, это очень красивый вообще, именно призрин, куда мы приехали, очень красиво, очень необычно, там, например, там каждую ночь около часа, по-моему, что-то говорит, читает молитвы, я думаю, очень, на весь город, я просто не разбираюсь, и для меня это было просто ужас, потому что очень хотелось высыпаться, но это действительно было очень громко, даже там окна закрываешь, и его все равно очень сильно слышно. Я до этого даже в отелях не жил, если честно. Отель, вот еда, вот это вот, как это называется? Да, все включено? Да, да, вот все включено, можно так сказать. И для меня это тоже было новое, было очень круто ходить, призренно гулять, там, смотреть на эти, там, достопримечательности, прикольно, очень прикольно. Европа, там горы везде, красиво очень, другой, другой этот менталитет людей, вот так вот. У меня, у меня, каждый раз, когда мне кто-то говорит горы, я всегда вспоминаю, есть два типа людей, есть, есть тип людей, которым нравится горы, а есть тип людей, которым нравится море. Мне нравится море. Тебе нравится море? У тебя другой вопрос. Кошки или собаки? Собаки. Собаки? Да. Какие? Ну, я не знаю. Такие маленькие? Нет, побольше, побольше. Такие? Да, да, такие большие. Не, это не большие, вот такие вот. Ну, которые дома, которые могут, да, по комнате ходить, там вот так вот. Собаки, наверное. Какие? Какая у тебя любимая порода? Я не знаю, наверное, такие какие-то. У меня дома есть порода собаки. Двор-терьер. Я не знаю, как она называется, папа мне всегда говорил, она называется боксерская, что-то связано с этим. Да, и вот, она мне нравится очень, я больше, в принципе, не увлекаюсь собаками именно. Не знаю именно их название, все такое, породы. У тебя есть, у тебя есть сестра, есть кто-то еще? Да, есть брат и брат старший, самый старший в нашей семье, из детей, сестра, потом я и вот младшая сестра есть. То есть, вас четверо? Да. И чем у тебя, допустим, старший брат занимается? Старший брат? Старший в спорте? Нет, у него уже есть семья, ему уже 27 лет, у него есть семья, есть дом, он уже работает. он был, когда в моем возрасте был спортсменом тоже, правда, другой вообще категории, бокс. У меня вообще вся семья боксера. Вся семья боксера? Да, дедушка, папа, мой брат, вот я баскетболист. И как он относится к тому, ну, вообще, я часто, я, по-моему, твою сестру постоянно вижу на играх. Да, 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 она всегда хочет поддержать меня, пытается везде, где я вообще играю, пытается приехать, поддержать меня, потому что тоже видит мое стремление к этому и видит мою любовь к этому спорту и пытается тоже поддерживать меня. Брату тоже ему очень нравится баскетбол, у него есть даже любимая команда, Boston, это Селсикс, как и моя, но его любимая команда Boston Селсикс времен, когда еще там было трио, Кевин Гарнетт, Рэй Аллен, Пол Пирс, Реджин Ронда, вот этот, он очень, именно, вонотел от их команды. Ну, у тебя, Рэй Аллен у тебя любимая игра. Да, Пол Пирс и Рэй Аллен, это вот мои два фаворита. Почему? Серьезно, вот, я смотрю на игру Пол Пирса, как бы, ну, она такая, ну, знаешь, я смотрю, допустим, вот люди говорят, к примеру, Шакилу Нил, да, ну, довольно-таки понятно, пятерка, которая просто ломает всех, Гарнетт, Стэп Карри, там, или тот же, этот самый, как бы, кто? Не, Айверсон. Айверсон? Да, 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 ну, я имею в виду тех времен. Ну, и вообще до этого, мне тоже нравились просто, например, вот тот же, мне просто нравились игроки, у меня не было именно любимого игрока, мне нравился, например, Рассел Уэсбург временные, именно Оклахомы, вот этих вот данков, суператлетизма, Стефан Карри, Леброн Джеймс, типа, Дуэйн Уэйд, мне, а в один момент, я, мой брат, показал мне такую игру, как NBA 2K, по-моему, 12-го года, что-то такое, и я там играл, вот именно за, всегда играл за Бостон, и вот, я познакомился с таким другом, как Пол Пирс, и вот мне безумно, я не знаю, почему, мне безумно понравилось, я смотрел его, например, историю Пол Пирса, много раз смотрел всякие вот там игры, именно в финалах, там вот это вот, и, ну, фанател, мне очень нравилось, как именно его вот этот менталитет, его история мне очень тронула, ну, мне вот поэтому понравился, Ир потом, и также Роял, он потому, что тоже снайпер, такой же снайпер, и вообще идеальный, мне кажется, снайпер. мы смотрели, я не помню, с кем я, с кем я ехалю в машине, но мы что-то, мы обсуждали вот эти вот, знаешь, трешки с нуля, ну, с угла, потому что, ну, это такой технический, это очень технический бросок, то есть, это считается в NBA, что лучшее, ну, типа, самая лучшая трешка, это трешка с угла, ты вообще как считаешь, трешка с угла, это насколько сложно, насколько залетает, не залетает? Ну, трешка с угла, это вообще, именно для меня, это такая сильная сторона, потому что, мне даются эти броски намного легче, чем в лоб, например, а так, ну, я не знаю, наверное, да, наверное, техничный он. Ну, ты отрабатываешь этот бросок, допустим, сколько ты бросаешь трешку, шокс-угла в день для затренировки? Затренировку, вообще, в принципе, когда я с Джозефом, мы можем по 150 где-то бросков вот так вот выполнять, именно с трехочковой линией, он делает акцент именно на трехочковую линию, также на средней, но больше все-таки на трехочковую, и вот, около, да, можно, может доходить до 150 даже. И, я вижу, что вы часто бросаете трешки, но, к примеру, ну, проценты не самые, не самые лучшие. Да. Как, как вообще вы к этому относитесь? Вот ты к этому как относишься? Допустим, я считаю так, что есть определенные споты, ну, есть определенные точки на корте, с которых нужно бросать, типа, все остальное, но это не самый высокий процент. ты как считаешь к тому, что к трехочковым, сколько вот у тебя до этого было процент, какой у тебя до этого был процент? Ты не следишь за этим, за статистикой? Ну, я, в принципе, редко получал, ну, не было статистики, например, на чемпионате Молдовы тот же, и не было ее, в принципе, ее не вели. Именно такой, там была статистика, сколько забил, и все, в принципе, на этом все. В националке, когда уже только начал играть в националке, тоже, в принципе, редко получал статистику. По-моему, за Чедер Баскета начал играть, уже была, я видел свою статистику. Ну, там маленький процент был, потому что я, в основном, я мало бросал очень. У меня была именно задача, там, на подборах стоять, все такое. Сейчас, сейчас тоже, в принципе, в этой команде в Кармар Хорс пока что, мне вообще не надо стоять на трешке, потому что я все-таки четвертый номер. Мое дело не на трешке. Ну, у тебя как бы бросок в районе краски. Процент? Нет, я имею в виду, у тебя броски в основном в районе краски. У тебя прошлый матч был 23 очка. Да, штрафная вот такая. 8 подборов? Да, где-то так. Где-то так. Ты вообще смотришь часто записи своих матчей? На что ты особо обращаешь внимание, когда ты смотришь на них? Именно, я просто, когда я совершаю ошибки в игре, я их сразу же откладываю у себя в голове, и потом, когда я прихожу, например, домой или еду домой, всегда пересматриваю их и смотрю, как все-таки надо было поступить. Я смотрю на площадку в принципе всю, смотрю на открытых игроков, смотрю там, как можно было бы сделать лучше. и вот откладываю тоже у себя это в голове. И когда, например, такая же игровая ситуация, я пытаюсь изучить, ну, как бы сделать лучше. А тактику схемы ты там не смотришь? А вообще, если у нас тактическая подготовка, и считаешь ли ты нужным, что была бы какая-то, к примеру, ну, базовая какая-то вещь, когда в зону играешь, на там 3-2 зона или в защите там играешь, человек к человеку, да. Понятное дело, что к зоне нужно подготовиться. отдельная, например, тактика там против личной защиты отдельная. Ну, это, конечно, нужна тактика, так легче играть намного, чем, например, одному игроку, тому же Джозефу, тащить там, всех обыгрывать и забивать с фоллом. Типа, он может сделать так один раз, два раза, три раза, но уже на четвертый раз, например, он промажет, потому что, ну, все мы, имеем пределы, не можем забивать, например, 50 очков в каждый матч. И с тактикой намного легче, это и командная игра намного легче, чем индивидуальная. Я понял. Двигаясь вперед, где, где ты себя видишь вообще, вот, кем ты себя видишь через год, через два, через... Надеюсь, спортсменом так же, возможно, профессиональным, надеюсь на это очень. Вот так вот, больше никем вообще абсолютно. То есть, я имею в виду, как в баскетболе, да, какая твоя роль, понятное дело, сейчас ты в основе, сейчас ты в основе, и, скажем так, у тебя роль догоняющего в плане опыта, тебе нужно подстраиваться, тебе нужно учиться чему-то новому. Как ты думаешь, через два-три года, как это изменится? Ну, я стану, еще, наверное, очень... Может, ты в сборную Молдову хочешь? В сборную Молдову? Ну, вообще, конечно, выступать за свою страну на чемпионате Европы, это всегда, ну, я бы от этого не отказался бы никогда, потому что, все-таки, я не откажусь от своей страны, ну, мне приятно будет всегда, например, в любое время, за них играть, их представлять в роли там лидера или все такое. Именно, чтобы я только... Я стремился к этому, да, например, год назад, я очень стремился именно к этому в сборной Молдовы. Сейчас уже не стремлюсь, так скажем. Насколько реально? В сборной Молдовы? Да. Абсолютно реально, абсолютно, потому что я показываю отличные цифры пока что, и я уверен, буду показывать в дальнейшем в той же национальной лиге хорошие цифры, и почему нет. Я хороший игрок, и я, ну, не собираюсь бросать баскетбол, поэтому сборная Молдовы вполне реально вообще. Если бы ты вообще в молдавском баскетболе, вот как игроков, кого бы ты мог выделить, кто тебе нравится именно в молдавском баскетболе? Националка или вообще в принципе? Вообще в принципе. Молдавский баскетбол, просто вот пару человек если бы выделил. Молдавский баскетбол? Сложно, блин, сложно. Ну, к примеру, там, того же Адриана. Адриана? Я не следил за ним до того, как мы начали играть вместе, я вообще в принципе не следил за ним. Там, на играх, конечно, видел, там, его и играл с ним вместе, ну, против него, так скажем, но именно не следил за ним. Ну, он игрок очень способный и умеет бросать, умеет проходить, умеет забивать, там, с фолами, классно ведет, подающий надежды, так скажем. Но, опять-таки, я не знаю, правда, сколько ему лет, но играет, очень круто, очень круто играет и перспективно очень. А, и, допустим, из Бельц, там, из Бельц из Чедер Лунги, кого бы ты выделил? Кто тебе наявится как игроки? Состав в Чедер Лунге я не знаю, если честно, еще пока. Я, многие, я некоторых игроков там знаю, я смотрел их состав, но именно остальных из Приднестровья я не знаю. Там, прошлогодние там даже. Я знаю сейчас из состава в Чедер Лунге, по-моему, только Вова Авденко, это, он играл за сборную в 18. Я его знаю, знаю там Славика Утина, тоже за сборную играл. И вроде остальных, я не знаю, Платон, я с ним за счет Ирбаскет играл тоже. И все, по-моему, больше я никого не знаю, все Дер Лунги. А в Бельцах, в Бельцах я знаю практически всех, но нет такого, что я прям кем-то там... Ну, понятно, я делаю. Классно играет их, наверное, главный игрок это Бычков. Он сейчас такой прямо на массе, можно сказать, по сравнению даже с прошлым годом. И на нем, я думаю, на этом делается большой акцент. То, что он центровой, на него часто, я думаю, играют прямо только на него. Ну, даже когда он с нами играл, он просто... Да, разрывал. Ну, он, например, если сравнивать с Нотерлендом и их центровыми, он намного, так скажем, опытнее, ну, я не знаю, опытнее, но он именно намного лучше в плане игрового аспекта пятого номера, чем, например, Нотерленда. Там их пятые номера не были прямо суперубийственные какими-то в краске. А вот он, например, когда я против него играл, это прямо было такое, лёгкие два очка против меня просто он меня проталкивало легко, очень легко разбирался, в общем, со мной в краске. Думаешь, как бы из-за размеров или именно из-за больше опыта? Нет, именно вот именно и больше опыта он как бы знал, как меня продавить и это не связано только со мной. Я думаю, всем? Да, против большинства, я думаю, сможет так разобраться с ним. Окей. Я хотел бы отойти от баскетбола. Ты когда, когда мы только тут подготовили, слушал музыку, которая, скажем так, давняя, да, ты сидел на диване и там Eminem оставил. расскажи, как так? Как так? Что тебе нравится вообще? Почему? Почему? Объясни мне. Почему я меня? Я, будучи еще, ну, у меня вот есть старший брат и вот я от него вот эту вот всю музыку, в принципе, я вместе с ним слушал, даже в будущем там очень ребенком слушал все, что он слушал и мне тоже это нравилось и я вот тоже замечаю то, что я очень, почти все, что я слушаю, вообще, в принципе, не слушают мои, например, одноклассники или там ровесники, мои вообще не слушают, даже не знают, типа, такие песни. Я слушаю там старые английские песни, там, Доктор Дри, там, Эминем, вот такие вот, из русского, там, группа Центр, там, Триогру Атика, там, Каспийский груз, вот такой вот, а мои, например, одногодки, даже не знают таких групп, в принципе. Вот у тебя одногодки, как, вот ты с ними, понятное дело, я помню, когда я был в школе, со мной училась девочка, она была теннисистская, да, профессиональная теннисистская, вот, и чувствовалась-то там, она на соревнования могла когда-то уехать, ну, чувствовалась, знаешь, она такая звезда по меркам, есть ли у тебя ощущение, вот ты пришел в школу, да, в Камрад? Нет, я же пришел в спортивные лица, и там все, в принципе, куда-то уезжают, там все какие-то спортсмены, есть даже супер именитые какие-то там, чемпионы Европы, я, правда, не разбираюсь в этих, именно там же упор очень большой на единоборство, всякие там, бокс, борьба, там, и именно вот в этом они там все там, все практически переуспевают, едут куда-то, правда, я не разбираюсь в этом, но я знаю, что там, я вижу, что и узнаю, что там, ну, все практически там какие-то чемпионы, начиная с Молдовы, там, Европа, мира. То есть, довольно-таки, ну, компания классная. Ну, да, в принципе, один уровень, можно так сказать, правда, другие разные спорты, один уровень. И вот, допустим, что там, чем он отличается, допустим, спорт лицея, ну, я имею в виду спортивная школа, простая школа, потому что я вообще не знаю. Там, нежели спортивная, то есть, нежели в обычной школе очень большой акцент делается именно на спорт. Там именно выращивают, ну, там, нежели на учебу, можно так сказать, на спорт, нежели на учебу, потому что там именно выращивают, как я замечаю, выращивают, пытаются выращивать именно вот этих вот чемпионов, вот этих вот бойцов, так скажем. Атлетов. Да, атлетов, вот так вот. И там на это большой упор делается. Именно на вот эти вот тренировки, утром-вечером, на питание, на вот это вот всё. Нежели на учёбе, например. Ну и вот, допустим, как выглядело, там, я не знаю, я надеюсь, что никто из директоров не слушает. Это, ну, вообще, чем, как бы, ты чувствуешь, что что-то тебе даёт спортивная школа? Нет, я там же нет баскетбола. Там я... Там всё равно есть физуха какая-то. Да, там есть физуха, но и я освобожден от этого, так скажем, к счастью, потому что да, ребята там по утрам, например, они именно бегают, и вот это, как можно сказать, утренняя зарядка. Вот так вот они там бегают, у борцы там всякий кросс, вот эти марафоны какие-то устраивают. Именно, я не знаю, правда, вечером, там, вроде, все там именно жёсткие тренировки проводят, как мне говорят. Но я от этого освобождён, мне подходил тренер, говорил, типа, я знаю, что ты баскетболист, ты можешь там, если захочешь, типа, бегать иногда там на поле, а так, в принципе, я от этого освобождён. Я не тренируюсь именно там, в спортлице. И вот, я когда только тебя увел, говорю, Вова, тебе надо в зал, тебе надо набрать массу. Наверное, да, 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 надо, надо. Какой план этот счёт? И я хожу в зал, я ходил, когда я был в Терненге, я ходил в зал, ты имеешь в виду... В качалку? Да. Ты имеешь в виду массу, в плане мне стать больше. Да, да, да. Ты как думаешь? Нужно ли тебе становиться больше? Ну да, я для, наверное, своего роста и очень худой, потому что всё-таки, я думаю, я больше должен весить, но я ходил в зал, но я работал в основном над рельефом именно мышц, а не над набором массы, так скажем. Но я ходил в зал. И вот в этот, который рядом с... Там я, к сожалению, ещё не был. Ты ещё не был? Нет, там тебя ждёт... Я ещё не был там. Ты смотрел фильм, наверное, старый-старый фильм, Рокки? Да, я все чаще смотрел несколько раз. Там, помнишь, когда он такой Филадельфий начинал, там такой зал вообще? Да-да-да, я понял. Ну, в любом случае, какая разница, Дима? Ты смотрел Рокки? Да, я все чаще смотрел. Как так получилось? Что, я посмотрел Рокки? Да. Это тоже брат? Нет, я посмотрел впервые не Рокки, а последнюю часть Крит, если ты знаешь. И я посмотрел эту часть, и мне очень стало интересно, что за такой фильм Рокки, и о чём он... Я вот посмотрел и просто влюбился в этот фильм. Просто пересматриваю, очень много раз пересматриваю этот фильм уже. Все части. Какой у тебя любимый злодей? Злодей? Да-да-да. Из четвёртой части Иван Драга. А, да-да-да. Просто. Ну и из последней, можно сказать, сына Ивана Драга, вот так вот эти двое. Красиво. У меня тоже... Я очень-очень люблю Рокки именно за, знаешь, вот эту вот мотивацию... Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Да, очень крутой фильм такой. Я думаю, он многих очень мотивировал спортсмена вообще в своё время. Это переигрывает. Что слушаешь? Перед игрой? У тебя есть такой хайп-хайп-хайп-хайп? Я в основном спокойно слушаю и потому что пытаюсь успокоиться перед игрой, потому что на опыте говорю, что и когда всё-таки злой выходишь на площадку, это... Ничего хорошего из этого не получается. Поэтому я слушаю спокойную такую музыку, которая просто... Мелодия, может, какая-то просто, которая успокаивает. Я помню, я занимался плаванием. Я занимался плаванием. Мы плавали там, когда в соревнованиях участвовал. Я там перед этим... Я перед этим слушал там такой хайп-хайп-хайп-хайп-хайп. Я такой, надо настроиться, надо настроиться. Я тогда ещё слушал Линкен Парк. Вот. Я выходил и... Нормально там подхлёстывало. Ну, я люблю больше вот такую спокойную музыку по сути. Прям просто мелодию какую-то, чтобы успокоиться там. Ну, ты вообще... Ты вообще спокойный, пацан. Как бы... Ты считаешь себя больше домоседом или, наоборот, компанейским? В плане компанейским. Ну, короче, я говорю с Джосефом, и я ему говорю, типа, вот у нас будет интервью, и он мне пишет... Говорит, слушай, я надеюсь, что он вообще не думает, что я какой-то... Какой-то домосед, потому что всё, что мне нравится, это сидеть дома смотреть фильм. Он говорит, я просто такой человек. Ты как... Ты как себя больше относишь? К компанейским? Ну, как Джосеф говорил, я тоже люблю дома там, не люблю там гулять, например. Ты вот спросил меня про этот караоке, да? Ты спросил меня в самом начале. Я не хожу в такие места, например. Мне больше нравится там... У меня вот есть компания людей, там буквально там уже семь человек, и вот мне нравится с ними ходить только. И мне нравится там... С ними в караоке? Нет. Просто там сидеть дома, например, у кого-то из них там, общаться вот этот... Ну, именно вот эти вот там, где много людей, и вот эти вот... Мне это не... Мне напрягает это немного. Не нравится. Не очень нравится. Не хожу в такие места. В кей ходишь? Нет, а вот именно, например, например, снять, например, сауну, и именно вот этими вот семи человеками, типа, именно с ними. Я тебе скажу, семь человек — это довольно-таки много. Это уже целый... Это со мной семь, шесть, да. Вообще шесть. Это уже... Это уже целая банда. Да-да-да, компания. Ну, у меня вот такая компания друзей, да. Нормально, нормально. Вот ты говоришь, что тебе нравится фильмы. Что ещё смотришь? Смотрю... Я редко вообще смотрю фильмы. Вот я очень люблю именно пересматривать фильмы. Я редко не отношусь к тем, кто любит, например, новое посмотреть. Чёрт! Я люблю именно пересматривать фильмы. Смотрю... В основном вот именно то, что старенькое такое, Рокки, например, или там Гарри Поттер, может быть, все части пересмотреть. Гарри Поттер. Да, я к такому отношусь то, что я люблю пересматривать подолгу что-то вот так вот. А именно насчёт нового. У меня всегда сестра знакомит с чем-то новым. А сам я не ищу какие-то фильмы, не смотрю там какие-то фильмы. Я скорее как твоя сестра в этом плане. Я всегда... Знаешь, я такой... Если смотреть, что ты такой... Ну, я это смотрел, я это уже не хочу смотреть. Не, у меня такого нет. Мне, наоборот, хочется посмотреть то, что я уже смотрел. Ну, вот... У тебя есть что-то такое, что странное, но тебе нравится? В плане... Из фильмов. А, из фильмов? Да, мы ещё на фильмах. Ну, мне нравится именно вот эта фантастика какая-то. Вот эти вот загадки какие-то вот такое вот. Марвел, DC. Да, вполне. Некоторые фильмы... Именно... Некоторые, короче, не нравятся, некоторые нравятся. Например, история... Какая-то там история, что была, например, как в «Чёрной бантеле». Мне нравится вот такое больше. Там есть истории такие вот, загадки. Вот такое вот мне нравится. Фильмы со скалой? Со скалой? Да, у тебя нравится фильмы со скалой? Ну, я редко смотрел их. Мало знаю их, но... Классный актёр. Я там смотрел «Джиманджи», по-моему, там, «Спасательный малибу», вот такое вот смотрел. Да-да-да. Именно вот «Форсаж», например. Не фонар. Не фонар. Мне кажется, ты бы мог бы сняться в «Форсаже». Почему? Я не знаю, может быть, это из-за прически. Ну, я так и подумал. Я так и подумал. Нет, мне кажется, ты идеально, впишешься вот в эту тему, типа, ну, такой, я спокоен, когда на гонках я включаю в себя демона, знаешь. Возможно, да. Если бы не баскетбол, чем ты занялся, да-да-да-да. Я бы снимался в фильме «Форсаж». Да, блин, классно. На самом деле, мне кажется, что фильмы очень часто говорят о том, что тебе нравится, там, о том... Да, да, я думаю, да. Например, мне нравятся фильмы, которые фантастика такая и которые тоже мотивируют. Мне очень нравятся фильмы, которые мотивируют. Например, я смотрел очень много фильмов про баскетбол, про то, после просмотра Рокки, например, про именно бокс, это вот такое вот смотрел, тоже это мотивировало меня. Не именно боксировать. А ты никогда не хотел заняться каким-то, какой-то барбой, но вообще я имею в виду чем-то рукопашным, потому что ты как бы из этой семьи. Ну да, мне всегда там было интересно... Нет, мне не в плане интересно, именно спорт и единоборство, мне интересно именно уметь постоять за себя. Мне всегда было это интересно и вот всегда было такое, что либо папа, либо батю мне показывали там всякие... Как дать в морду. Да-да-да, мне именно вот это интересно было, как постоять за себя, как перестать там бояться всяких там уличных драк, вот такое вот. Вот такое было интересно. Ты вообще драчун, дрался? Дерёшься? Нет, я не конфликтный вообще человек, абсолютно не конфликтный. Но если, конечно, если что-то меня задевает, я не буду молчать. А именно, я сам именно конфликты не создаю. Стараюсь, по крайней мере. Я не такой человек. И какое у тебя взаимоотношение со страхом? В общем, я боялся в детстве драться. Я... Ну, в начале было, конечно, такое, а потом уже это вообще прошло. Типа, я, наверное, осознал то, что даже если я получу, типа, ну, окей, получу, типа, с этого мне, ну, как бы, это не так страшно, наверное, как может показаться. Типа, получу, окей, потом, если, например, я не смогу сам сделать то же самое, например, с тем, кто это сделал, там, всегда есть подручные средства какие-то. Я, ну, у меня такая философия. Ну, слушай, на войне все средства хороши, как говоришь. Да-да-да. Я тебя понял, Вова. Ну, слушай, я думаю, это успешно, если у тебя есть, что сказать, добавить, я не знаю, где тебя могут найти. А вообще, как ты относишься к тому, что, типа, ты там последний был на баннере, со счетом, с твоей фоткой? Да-да-да. Как это было? Увидеть себя? Это приятно, очень приятно, потому, я уже не первый раз вижу себя, уже был такой один плакат, там был я, Стас и Джозеф, это вообще просто бомба какая-то, там вся моя семья сразу, воу-воу, ты на афише, там, ничего себе, тебя выставляют, ну, это прикольно, очень приятно, вот эти отметки. они когда увидели, они когда увидели последнюю, что сказали? Типа, вау, у меня только папа зарегистрирован в инстаграм, там, всей семье показывается, смотрите, там, отмечают сына. Знаешь, что мне понравилось, как бы, мне понравилось то, что когда был матч последний, знаешь, такие все, ну, тихонечки были чуть-чуть, тихие, и потом, знаешь, типа, я подошел, ну, ребят, ну, давайте энергии добавим, да, типа, кто лучшая команда? Мы. И потом, ты потом знаешь, воу, такой пиво, давайте идите сюда, идите все сюда, и потом ты забил что-то, по-моему, или с подбора, и такой, давайте, давайте, руками показал. Ну, я люблю, я люблю такое, я, мне нравится это, я, наверное, много смотрел про это, много видел это, именно вот эта вот ментальная поддержка, ментальная вот эта вот, можно сказать, убийство соперника, именно ментально это, ну, это типа, мне нравится такое, именно когда ментально ты пытаешься давить именно вот этим вот. Дух команды. Да, да, да. Дух команды. Я тоже большой фанат, знаешь, когда ты поднимаешь вот, типа, все, я не могу, когда там кто-то, кто-то, допустим, Ну, отстранённо, знаешь, относится так. Давайте все сюда, пожалуйста. Все сюда, все сюда. Ты не играешь, ничего страшного. Ты будешь играть только 10 минут, ничего страшного. Все сюда. Да-да-да, все нормально, типа. Единственное, знаешь, чего не хватало? Это нужно твоей сестре сказать что-то, ну, как это в NBA говорят, типа, let's go Pacers. Да-да-да. Нам нужно тоже let's go Horses. Это не только мои сестры, это там уже много людей должны договорить. Я думаю, нам нужно точно кого-то там за еду. Болейте за камрадхорс. С помпончиками. Мы как раз обсуждали, типа, вот до этого. Аня говорит, что если бы была бы баскетбольная секция и была бы секция чирлидеров, было бы девочек с помпончиками, было бы больше девочек. Ты знаешь, это мне напомнило этот фильм «Отскок», если ты смотрел. Да-да-да. Там тоже вот так за пиццу чирлидер, они поддерживали команду, и они там тоже заряжались ещё больше. Но вот это вот, знаешь, мне всегда нравилось вот это вот именно атмосферное, что все задействовываются. Да-да-да. Атмосфера, так скажем, матчей. Мне кажется, что было бы ещё классно, если бы у нас был зал побольше. Да-да-да. И трибуны побольше. Вот такое вот, да. Нам нужна трибуна. Да. Нам точно нужны трибуны. Да-да-да, это больше людей, это всегда лучше. И, кстати, скоро ещё будет форма, если она будет. Дай бог, дай бог, чтобы эта форма была. Я думаю, форма — это обязательно. Она, знаешь, ощущается немножко по-другому, когда... Да-да-да, вот это вот как бы... Ещё более важность вот такая прибавляется, если ты когда-то одеваешь именно форму, «Камрад Хорс». Да-да-да, там вообще такая история была. Но, опять же, это уже когда она приедет, уже можно будет... Она ещё не закончилась. Ладно, Вова, как люди могут тебя найти в Инсте? Инстаграм, Чеботарь, Владимир, можете так и написать. Подписывайтесь на «Камрад Хорсус». Да-да-да. Там есть. Там, я там буду, наверное, часто появляться. Вова, спасибо тебе большое, было очень классно. До скорой встречи. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok